Друзья мои, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас с вами такой необычный выпуск. Он посвящен парфюмерии, но этот выпуск я посвящаю блогеру, замечательному человеку Ирине Вечера на Хуторе. Кто с этим каналом и с блогером не знаком, очень вас прошу, подпишитесь на ее канал или даже зайдите, просто посмотрите на Дзен канал и на Ютуб. Я ее ссылочки выложу под этим видео в описании. Не пропустите, у нее много всего интересного. Она рассказывает продачу, у нее есть своя коллекция парфюмерии, про которую она тоже рассказывает. У нее вообще очень много всего интересного. И вот Ирина, Ирина, выслала мне посылку с духами, с ароматами. И сегодня, друзья мои, на моем канале впервые слепой затест от Ирины Вечера на Хуторе. Ирин, спасибо вам огромное! Мне, честно говоря, очень лестно, мне очень, я бы сказал, даже немножко как-то неудобно, потому что я стесняюсь. Стесняюсь почему? Потому что, понимаете, когда я описываю ту или иную композицию, тот или иную аромат или кучку ароматов, я высказываю всегда свое мнение. Ну, мое мнение – это мое мнение. То есть я описываю ароматы так, как я их чувствую, как я их воспринимаю. И я про них говорю то, что я про них думаю. Слепых затестов у меня еще ни разу не было. Поэтому сразу вам хочу, друзья мои, сказать, пожалуйста, не судите строго, потому что я немножко волнуюсь. Потому что, да, это реально слепой затест. Это конкурс. Кстати, Ирина сейчас проходит конкурс. Все, кто хотят поучаствовать в конкурсе, обязательно зайдите к ней на канал и посмотрите. Даже подпишитесь и участвуйте в конкурсе. Вот. И этот конкурс, как бы, он будет совмещен с моим проектом, с моим каналом. Вернее, даже с нашей вот этой вот совместной работой. Как Ирина мне об этом сказала. Вот. Я не знаю, что она его имела в этом виду. Мы так, знаете, все вкратце пообщались. Вот. Но я понимаю, что этот конкурс зависит немножко от меня, этот конкурс. И поэтому я не хочу подвести Ирину. Я хочу вот сейчас сделать вот этот вот слепой затест. Сразу хочу, да, еще раз вас предупредить. Кто не знает меня, кто со мной еще не знаком, я впервые провожу слепой затест. Поэтому не следите строго. Потому что я могу от волнения, от переживания вообще мне попасть не в одну ноту. И я те ароматы, что написала Ирина, буду описывать их по своему образу, по своему впечатлению, по своей характеристике. Как я их воспринимаю, на что они похожи, да. Я, может быть, буду озвучивать, не может быть, скорее всего, буду озвучивать те или иные ноты, те или иные, как их назвать, составляющие, да, того или иного аромата, которым я в этой посуде сейчас вам ее покажу. Поэтому, друзья мои, ну вот так вот. Если даже не попаду ни в одну ноту, если даже я ошибусь в составе аромата, пожалуйста, не осудите строго. Естественно, я вам в процессе расскажу, что это будет за аромат. Потому что наверняка Ирина мне там, скорее всего, положила туда подсказки, которые я загляну уже потом, после того, как мы с вами их опишем. Я сейчас буду делать проще, я не буду это делать, растягивать там на несколько эпизодов, на несколько частей. Я, то, что я слышу, я буду номеровать и записывать те ноты, которые я слышу себе вот, ну, в тетрадку, да. Чтобы уже потом, потом, когда мы с вами будем скрывать шпаргалки и смотреть, угадал я аромат или не угадал, или хотя бы ноты угадал, да, уже буду подглядывать. То, что я писал, будем сравнивать с тем, что есть на самом деле, и уже будем понимать, угадал я или нет. Вот. Так что, надеюсь, это должно, ну, будет интересно. Оставайтесь со мной. Итак, друзья мои, приступим. Друзья мои, ну вот, вот это вот огромное посылище, вот такое вот посылище, которое мы сейчас с вами будем скрывать. И будем смотреть, что у нас внутри вот этой вот огромной, огромной, ну, на мой взгляд, большой посылки. Видите, она даже в это самое, такая вот пухлая, потому что, я так понимаю, что там помимо ароматов, как мне Ирина говорила, лежат еще какие-то подарки. Ирина, ну, зачем было так тратиться? Ну, я же вам уже писал. Ну, понимаете, просто Ирина, видите, она ее выслала ЕМСкой. ЕМСка – это коллегская доставка. Она очень дорогая, потому что, по теме, как сотруднику Почты России, это реально очень дорого. Вот Ирина не пожалела денег, потратилась на то, чтобы мне вот выслать вот эту вот замечательную коробищу. Я могу ее так назвать. Вот. Мне даже, честно говоря, немножко неудобно. Ну, да ладно. Неудобно, это мы с ней сами разберемся. Давайте я буду сейчас ее вскрывать, и мы с вами посмотрим, что здесь внутри. Потому что мне самому очень любопытно, очень интересно. Посылка, кстати, дошла буквально за несколько дней, буквально дня 4-5. Вот. Что, в принципе, очень хорошо. И ничего не повредилось, и все дошло в целости и сохранности. Ой. Я, честно говоря, вот правда, друзья мои, знаете, когда... У меня бывает такой момент, когда я волнуюсь, ой, я начинаю немножко заикаться. И начинаю говорить не то, что я хочу сказать. Поэтому не обращайте внимания на моем заикании или на то, что о чем я буду вам сегодня вещать. Потому что реально мне... Не то, что неудобняк. Ну, можно и так сказать, что неудобняк. И, действительно, я немножко переживаю и очень, как бы, волнуюсь. Друзья мои, что же все-таки вот в этой посылке я устроил. Вы посмотрите. Та-дам! И чего здесь только нету. Я вам передать могу. Это настолько классно. Что же здесь такое... Смотрите, здесь все вот так вот упаковано. Я так понимаю, что здесь и подарки, и сюрпризы. Ирин, если вы меня смотрите, я знаю, что меня смотрят с меня Алверды, и отказы я не принимаю. Алверды с меня. Вот. Так что вот так вот. Смотрите, какая красота, что у нас здесь. Сейчас будем все это подробно скрывать и смотреть. Да, мы с вами забыла сказать. Начнем сначала с распаковки, посылки. Да, а уже потом, уже потом, мы приступим с вами к обсуждению и к затесту замечательных ароматов, которые мне прислала Ирина. Давайте начнем. Что у нас здесь? Вот такая вот куличка в маленькой сумме. Ирин, зачем? Я не могу. Ну, нафига? Простите, у меня эмоции переполняют. Ну, зачем так было тратиться? Ну, зачем было делать такие классные подарки? Друзья мои, вы посмотрите. Обалдеть! Она мне положила восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи от компании Фаберлик. Офигеть! Ну, зачем, Ирина? Ну, зачем надо было так разоряться? Дальше, что у нас здесь? Дезинфицирующий гель для рук. Тоже Фаберлик. Обалдеть! Слушайте, друзья мои. Какая красота! Я такие вещи очень люблю. Офигеть! Что здесь даже? Паста для кожи очищающая с нейтральным абразивом. Триада. Для ежедневной очистки открытых участков кожи и устойчивых загрязнений. Классная вещь, кстати. Я про нее уже где-то как-то слышал. Вообще, вещь потрясающая. Дальше, что у нас тут идет? Тут много всего. Слушайте, Ирин. Олд Спайс. Капитан. Шоуэргель. Шампунь. Шампунька. Вот такая малюсенькая шампунька. Офигеть! А, это, я так понимаю, это дорожный набор. Потому что, видите, нарисован самолетик. Это если на дальние расстояния куда-то вы летите, то это дает шампунь. Не знаю, гостиничный или самолетный. Ну, почему самолет нарисован? Дорожный. Дорожный. Класс. Классно. Это что? Мыло туалетное. By Betsuar. Ирин. Слушайте, у меня эмоции переполняют. Я просто, я не знаю, я вам обязан очень сильно. И слушайте! Офигеть! Я вам хочу сказать больше. Вот эту марку Dolce Man я знаю. Я знаю, я с ней уже знаком. Я в ближайшее время расскажу вам про нее. Это шариковый дезик для подмышков. Офигеть! Только у меня немножко другой. Класс! Классная вещь. Я не буду про это рассказывать. Я вам расскажу про... Именно вот про эту марку в ближайшие дни. Я как раз себе купил тоже этот самый дезик шариковый для подмышек. И там, по-моему, гель был 3 в 1. Что-то такое гель, шампунь и так далее. Вот. Именно Dolce Man. Milk. Их раз... Они разные. Там целая линейка. Вот этот я знаю. Я его слушал. И он, кстати, классный. Очень потрясающе звучит. И, кстати, Ирина угадала. Именно угадала в том, что... Знаете, как называется? Бедовый бальзам... Бедовый апельсин. Вот. Это только подарки, друзья мои. Но здесь еще много всего интересного. Так, ну, эта бумажка, это нам не надо. Эта бумажка, это нам тоже не надо. Дальше. Вот такая вот... Пустые. Пустые. Что значит пустые? Она что, мне в атомайзеры положила? Друзья мои. Пустые. Давайте посмотрим. Мне же интересно, что значит пустые. Пустые. Раскрываем. Смотрим. Здесь у меня ошибки-то инфекция. Ирина! Ё-моё! Ёшкин дрын! Ну, блин! Я не могу, ребят. Мне так приятно. Она мне положила пустые атомайзеры. Для моих парфюмок, для тревантиков. Ирина, ну вы что? Это обалдеть. Слушайте, ну прям... У меня прям эмоции, вот клянусь, переполняют. Вы посмотрите, какая красота. Это что-то. Это роликовые, я так понимаю, атомайзеры для духов. Сколько здесь объем. Я не знаю, но это ладно. Наверное, где-то полтора-два милика. Слушайте, ну зачем бы вот так разоряться, Ириночка? Ну вы что? Я не могу. Мне так неудобно перед ней. Друзья мои, вы знаете, какую красоту она мне прислала? Вот такие вот пустые флаконы. Как раз для духов, для отливантов. В принципе, то, что мне нужно. Именно то, что мне нужно. С пульиком, откручивающиеся крышки. То есть можно их переливать сюда, вот так вот. Ирина. Все, я не могу. Я не знаю, как я буду снимать это видео. Я уже начинаю заикаться, потому что мне очень все интересно, очень все любопытно. Ну зачем было так разоряться? Мне так неудобно. Но спасибо огромное. Спасибо. Слушайте, мне эмоции переполняют. Вы посмотрите, какая красота. Это именно то, что мне нужно. То есть Ирина, она, понимаете, она угадала то, что мне нужно. Потому что я же, помимо парфемии, занимаюсь еще и отливантами. И я, мне всегда нужны атомайзеры пустые. И вот Ирина, она угадала мои мысли. Она угадала именно то, что я хочу. Причем мы с ней об этом даже не сообщались. Она, понимаете, как она мне подразумевала, сказала, Дмитрий, я вам высылаю посылочку. Со слепым затрессом. Да, окей, высылайте. Иначе будем проводить слепой затресс. Все. Но то, что там подарков столько, я об этом даже и предположить не мог. Так, а вот это что? А это у нас получается вот в этих вот конвертах, я так понимаю, здесь ответ. Да, здесь как раз все пронумерованы. Видите, вот номеровочки стоят. Фломастером написано на виски. Вот один, пять, шесть и так далее. Я так понимаю, что здесь шесть ароматов. Это подсказки. Это подсказки на те ароматы, которые мы с вами сейчас будем изучать и которые я буду угадывать. Вот. Ну и, наконец-то, наверняка вот здесь вот, да, вот, знаете, за тест. И вот здесь за тест, а здесь ответы на эти за тесты. Друзья мои, я, правда, очень сильно волнуюсь. Я, наверное, все-таки сделаю две части, потому что я очень много сейчас уже с вами наговорил. Но эти две части выйдут, естественно, в один день, да, то есть как бы выложу двумя частями сразу. Или одним длинным видео, потому что я так думаю, что мы где-то с вами на часик точно застрянем. Ну что, давайте приступим. Да, друзья мои, забыл вам сказать одну очень важную вещь. Я просто, да, ну, понимаете, что немножко нервничаю и переживаю вот за все происходящее. Это видео выйдет на моих двух каналах на Ютубе и на Дзене. Поэтому, кто еще не подписан на Дзен-канал, милости прошу. Ко мне, к Любасе и к Ирине. Кстати, у Ирины еще есть канал на Рутубе. Ссылку на ее Рутуб-канал я тоже вам вышлю в описании. Ну что, друзья мои, приступим к затесту. Смотрите, друзья мои, вот они, вот они наши с вами ароматы. Все пронумерованы. С первого номера, так называем, по шестой. Да, по шестой. Все у меня вываливается, все отваливается. Но я просто, ну, реально не переживаю. Поэтому не обращайте внимания на мое заикание. Такое вот сегодня получится немножко такой вот... Вот они, шесть ароматов. Ну, естественно, о чем по порядку. Да, с первого по шестой. Я буду наносить на блотеры. Я уже их приготовил. У меня целая пачка блотеров осталась. Ну, это еще небольшая пачка, еще больше есть. Ну, так вот, буду их наносить и буду вам рассказывать свое впечатление. Ну, что, друзья мои, поехали. Итак, начнем. Я беру первый аромат по цифре 1. Также блотер подписал по цифре 1, чтобы, если что, чтобы мне не перепутать, где какой, чтобы мне уже понимать. То есть, если, допустим, у меня будет какой-то спорная ассоциация с тем или иным ароматом, чтобы мне можно было к нему вернуться и уже дальше... Ну, последствия... Если я не пойму этот аромат, или я, скажем так, буду затрудняться ответить, что в нем на самом деле, ну, я буду тогда уже просто ориентироваться по цифрам, которые у меня написаны также на блотере. Итак, наносим первый аромат, и сейчас я вам буду его описывать. Друзья мои, правда, волнуюсь, не обращайте внимания, но... Шарман. Это реально Шарман. Это что-то, знаете, такое вот... Сразу вам скажу, здесь пряности, здесь есть, на мой взгляд, ваниль, здесь такой с восточным оттенком. Что-то мне напоминает из линейки МАК. Вот именно с восточным орнаментом он. Здесь пудра, здесь ваниль, здесь я слышу в первом аромате, да, вот в этом что-то можжевеловое, кожа, и здесь присутствует, естественно, мускус. Куда же без него? Кстати, идет паровоз, не обращайте внимания за шумом, у меня здесь недалеко железная дорога. Этот аромат я отнес был к ароматам унисекс, больше даже к мужским. Такие ароматы подходят на холодное время года. Ну, они такие, знаете, с брутальным оттенком, с брутальным звучанием. Мне кажется, они только на холод, на холод, на лето они вряд ли подойдут. Ну, такие, знаете, вот благородные. Что-то здесь сейчас проскакивает сладковатое. Какие-то ягоды я здесь слышу. Вот какой-то ягодный микс. Короче говоря, я вам хочу сказать вот что. Значит, здесь у нас ваниль, корица, кожа, вот что-то такое вот еловое в плане кружевого можжевельника. И что-то такое ягодно-сладковатое. Кстати, возможно, возможно, да, вот я сейчас его дальше слушаю, возможно, здесь даже что-то есть из змейки Ля-Ля-Бо. Вот эти ароматы тут под номерами, может быть, здесь даже шантал присутствует. Вот что-то такое мужское, такое красивое, брутальное на вот именно на холодное время года. Я, знаете, на чем становлюсь? Либо это мак, я не скажу точно, какой аромат из линейки мака, либо это Ля-Ля-Бо. Ну вот это мое такое впечатление. Так, аромат под цифрой 2. Вот он, аромат под цифрой 2. Беру блотер и его подписываю. Под цифрой 2. Сейчас его нанесу и скажу вам, что я здесь слышу. Какие ассоциации у меня с этим ароматом. Вот это что-то цветочное, это что-то люксовое. Слушайте, красивая композиция с цитрусами. Цитрусы я здесь очень отчувствово слышу. Здесь апельсин, лимон точно есть. Это 100%. Роза, пион, жасмин. Может быть, здесь присутствует мято. Так, слушайте, интересный аромат такой, я даже не скажу. Честно, вот здесь я, второй номер, да, я затрудняюсь ответить, на что он похож, с чем я могу его ассоциировать. Ну, очень красивая композиция. Более женственная, но я бы сказал, что такая вот универсальная. Цитрусы здесь вот явно, здесь явно присутствуют цитрусы. Они вот переполняют всю нишу этой замечательной композиции. Вот сравнить с чем, я даже не знаю, с чем его, честно говоря, сравнить. Что-то из линейки Шанель. У Шанеля есть такие ароматы. Или это Нина Ричи. Я не буду, вы знаете как, я буду выливать вам только бренды, потому что у каждого бренда очень много ароматов, и я могу просто все перепутать, и мне может в голове все перемешаться, поэтому вам буду просто называть бренд. А уже потом, когда мы с вами залезем в подсказки, уже будет конкретно ясно тот или иной аромат. Но хотя бы я, если в бренде не ошибусь, это уже будет хорошо. Это что-то, знаете, да, вот именно вот в серии Нина Ричи или Шанель. Похожи на Шанель Эу Фреш, но я могу ошибаться. Кстати, здесь еще я чувствую, возможно, здесь даже Лакост. То есть, у меня здесь тройной виден аромат. Это либо Шанель, либо Нина Ричи, и Балакост. Цитрусы, лимон, апельсин, грейпфрут, пион, жасмин. Вот где-то далеко-далеко я слышу мяту. И что-то такое кипарисовое. Кстати, еще ассоциация со вторым номером. Это, вы знаете, у Бракара есть такая линейка, что-то из линейки Гербариума или Дор. Что-то есть похожее, но больше в люкс, потому что стойкость здесь бешеная. И вот эти вот ноты, ну, цитрусы, да, повторюсь, здесь переполняют, но обзалоски цветов я здесь тоже очень очевидно слышу. Друзья мои, пойдемте дальше. Кстати, я между паузами пью кофе, чтобы сбить рецепторы, чтобы четче, лучше ощущать ароматы, которые я сейчас слушаю и которые я для вас, дорогие мои, описываю. Поэтому, сами понимаете, что кофе, да, он немножко сбивает рецепторы. Так, номер 3. Где у нас номер 3? Вот он, третий номер. Блоттер тоже подписан под номером 3. Пойдемте дальше. О, вот это уже что-то сильное. Вот этот аромат номер 3 чем-то схож с первым. Здесь тоже ваниль. Здесь есть ваниль, я чувствую ее. гвоздика, гвоздика, ут, здесь что-то арабское, что-то вот, друзья мои, я не буду сейчас назвать бренд, потому что с арабами я не особо дружу. Но что-то арабское, вот именно такие арабские оттенки здесь присутствуют. Именно вот то, что любят делать в Эмиратах, что любят делать турки, вот именно тот акцент восточный, вот что-то восточное. Кожа по-любому здесь есть, тоже аромат кожаный. Я бы его отнес к мужскому аромату, тоже он на холод. То есть здесь, смотрите, здесь, смотрите, какой здесь табак, кожа, ваниль, гвоздика, это, гвоздика, ут, причем ут такой слабый, то есть, знаете, есть утовые ароматы, которые у меня душит, которые я терпеть не могу, я не могу их воспринимать. Здесь ут, такой вот, я скажу, немножко разбавленный, такой интересный ут, но эта восточная композиция, я не знаю, то есть с восточным я не знаком, я очень, вот, туговат по поводу восточных ароматов, но что-то этот восточный здесь проскакивает. Даже не знаю, что. Давайте этот аромат оставлю под вопросом, потому что самому любопытно, что здесь. Вот эти ноты, вот именно, то, что я сейчас озвучил, здесь, они присутствуют. Друзья мои, четвертая композиция. Сейчас мы с вами ее тоже затестим. Я вам расскажу свое впечатление по поводу этого аромата. Вот опять нижнятинка, цветочная композиция, пион, роза, магнолия, вот что-то цитрусовое здесь тоже есть. Ну куда же без цитрусов-то, да? И я слышу немножко такой мшистисти, чуть-чуть какой-то вот морг здесь присущ. Вы знаете, вот эта композиция мне напоминает такое, знаете, вот лето, жаркое лето, горячий пляж, и вот это вот распределение по нотному стану, по звучанию, такое что-то легкое, воздушное, такое вот нежное, очаровательное, возбуждающее такая композиция, тоже не могу сказать, это похоже или на Эрмес, или похоже на, вы знаете, он даже больше не напоминает аромат из линейки Киллиан роза in ice, роза на льду, вот что-то такое здесь есть, но вот роза на льду, она такая более с алкогольным акцентом, здесь как такового алкоголя я не слышу, но вот что-то такое похожее, это что-то из Киллиана, или я бы даже сказал, это больше к линейке из серии Джо Малоуна, у Джо Малоуна очень красивые, потрясающие ароматы, и вот здесь что-то мне вот напоминает именно Джо Малоун, давайте остановимся между Киллианом и Джо Малоуном, ладненько, потому что вот что-то здесь похоже есть и туда, и сюда, друзья, мой пятый аромат и блотер под номером 5, вот так я вам покажу, просто ручка подписал его, ой, что же здесь такого интересного, м-м, здесь что-то анисовое, это, знаете, даже, я бы сказал, здесь, извините, бракара, вот именно тот аромат, который я очень хорошо знаю, это из линейки Color Filling Azur, или же есть такой же аромат у компании Atar Collection, Azar, тоже, по-моему, что-то похоже на Azur, но, короче, это анисовая композиция, здесь анис, яблоко, здесь мята, причем перечная мята, вот, скорее всего, это, извините, Atar Collection, вот у них есть, помните, как же он называется, ну, фотографии, здесь, конечно, по-любому выложу, то, что я думаю, о чем это мне говорит, это либо Bracar Azur, вышел новый аромат, да, вот буквально недавно, потому что он очень похож, либо это, извините, Atar Collection, не Azarro, Azarro это отдельно, короче, он называется, тоже такой же, вот именно фиолетового оттенка флакон, они чем-то похожи, и причем вот этот вот Bracarovsky, он очень хорошо напоминает именно Atar Collection, вот здесь что-то такое есть, потому что очень хорошо, я отчетливаю, я слышу анис, анис, здесь я очень хорошо слышу мятно-лимонное такое вот, да, я скажу, даже лайм, я бы сказал, скорее всего, даже лайм здесь присутствует, но аниса здесь много, вот, вот я буду слоняться Bracar Azarro или Atar Collection, ну и, наконец, завершающая, завершающая шестая композиция из нашей с вами коллекции, из нашей с вами подборочки, это, что это, сейчас мы с вами подробненько, ну, вкратце, может быть, даже, да, я вам примерно объясню, то есть, друзья мои, я объясняю вам так, как я их слышу, и что они мне напоминают, я поэтому, может быть, и произношу две марки, которые я чувствую, потому что, вот, есть у меня такие отголоски, тоже что-то интересное, здесь такое, знаете, смягченно-цитрусовая, универсальная композиция, похоже, тоже, вот, здесь у Bracar, по-моему, насколько есть, я не ошибаюсь, у них была такая вещь, есть чем-то еще сравнивали, по-моему, с лаликом, с лалик, это, ой, как же она называется, с шариком, который бегает от флакона, вспомнил, перпетум, мне напоминает, бракаровский перпетум, или ля-ля-бо, ой, господи, лалик, у с лаликом, что-то вот, здесь, яблоко, точно, есть, цитрусы, цитрусовый микс, я бы сказал, здесь, жасмин, роза, на мой взгляд, здесь орхидеи, здесь травы, знаете, такой аромат скошенной травы, что такое нежное, красивое, экстравагантное, я бы его назвал, может быть, и женский аромат, но больше, как бы, мне кажется, он больше универсальный, потому что он для мужчин тоже подойдет, а композиция летняя, очень красивая, лалик, здесь, скорее всего, даже это лаликовский аромат, какой не знаю, но лалик, лалик или бракар, бракар перпетум, я почему записываю, потому что у меня потом уже, когда мы с вами будем сейчас, читать подсказки, я буду совсем удивляться, очень красиво, очень так надежно, демократично, нежно, вот что-то здесь я еще слышу, никаких пряностей здесь нету, здесь такая вот цветочная, скорее всего, может быть, даже здесь есть немножечко и лаванды, сейчас дайте себе подпишу, лаванда, что-то здесь такое вот есть, ну, вот опять же, да, вот опять же, либо это лалик, либо это бракар перпетум, женский, вот красиво, очень красиво, дорого, богато, стильно, элегантно, на любой, как бы на любой случай из жизни. Ну что, друзья мои, настало время залезть в подсказки и посмотреть, насколько я ошибся, и хотя бы, мне самому интересно, попал ли я хотя бы в одну ноту из этих композиций, и хотя бы с каким-нибудь брендом я согласен или нет, да, то есть попал ли я хотя бы во что-то, чем вообще ни во что. Давайте будем проверять. Сейчас я сниму скрепки, мы с вами залезем в подсказки и будем их... цифра 1. Что у нас здесь? Мне же самому интересно. Что у нас здесь? Обалдеть! Друзья мои, я не попал. По первому номеру, помните, я говорю, что корица, ваниль, ягоды, можжевельник, пудра, кожа, мускус, база, база на прохладу, мужской, из линейки МАК или Лилябо 22. На самом деле, это Экселент Блэк от компании Дженти. Вот такой вот. Вот такой мне Ирина прислала подсказку. Честно вам скажу, я про эту компанию слышал. Очень слышал много про нее хороших, таких положительных отзывов, но вот с этим ароматом, к сожалению, я не знаком. Ирин, ради бога, простите, не угадал. Не угадал, но тем не менее, я буду знать теперь, как он звучит, чтобы мне уже даже, кстати, видите, она подписала номер один, то есть у меня уже будет, уже есть отливант, и я уже реально смогу этот аромат для себя приобрести, потому что я даже для себя здесь отмечаю, зашел мне этот аромат или не зашел, то есть носили ли он мною или нет. Я теперь буду понимать, что этот аромат это мой, этот мой, и как только я его приобрету, я, естественно, вам расскажу более подробно про эту замечательную композицию. Ириночка, спасибо вам огромное. Видите, ну не угадал. К сожалению, здесь не написано, какие в нем есть ноты, да, но вот мое впечатление такое. Как только он у меня появится, или, а, знаете, как сделаем? Я, наверное, да, когда вот будет возможность, я по нему вам расскажу. И про ноты я постараюсь при монтаже, мало того, что выложить фотографию этого аромата и еще расписать его состав композиции. Тогда уже мы с вами поймем, угадал я или не угадал. Друзья мои, композиция под номером 2. Композиция под номером 2. Напомню вам то, что я себе выписал, то, что я здесь услышал. Лимон, грейпфрут, апельсин, мята, кипарис, пион, роза, женский аромат, летний, похож на дорогой люкс, либо Шанель, либо Нинаричи, либо Лакост. То есть, один из этих трех композиций. Обалдеть! Слушайте, ну это вообще, ну блин, ну а ты с ним угадал, ну что ж такое-то? Это, знаете, что? Та-дам! Это Фаберлик Викинг. Представляете? Это Фаберлик Викинг. Какой же он классный. Слушайте, я подписан на Фаберлик, но, к сожалению, я с компанией не так давно сотрудничаю. Надо будет по-любому себе этот аромат заказать. По-любому надо будет его заказать, потому что он мне тоже очень понравился. И я думаю, что я с удовольствием буду его носить. Так, все, заказываю себе Фаберлик Викинг, друзья мои. Шикардосик. Шикардос. Опять же, по поводу нот, ну, вот при, ну, буду вкладывать фотографии, буду, постараюсь вам расписать все ноты, какие есть в ароматах, и, надеюсь, хотя бы что-то я угадал. Видите, опять прокол, опять минус. Дима Двойка. Друзья мои, третья композиция и третья подсказка. Напомню, ваниль, кожа, табак, ут, мускус, мужской, восточный аромат с отголосками брутальности, дороговизны, сплоченности. Это я так для себя его выписал. Это мои такие ощущения, да, восприятие этого аромата, этой композиции. Что у нас здесь? Ох, нифига себе. Опять не угадал. Да что ж такое-то? Это Аква Империал Фрес Кунеру. Опять компания Джин Ти. Вот такой вот. Ну, вот честно скажу, ну, не знаком я с компанией Джин Ти. Вот так вот, еще раз вам покажу, как он выглядит. Не знаком. Но композиция великолепная. Опять же, ставлю себе плюс, буду их все приобретать. Вообще шикарная. Честно говоря, вот надо будет познакомиться поближе с этой маркой, потому что, ну, не знаю. Ну, у них, вы знаете, вот они молодцы, да, я так понимаю, что Джин Ти это бюджетная парфюмерия, но они настолько красиво, вот, вот, красиво озвучен этот аромат, вот третий номер, да. Да, вот почему-то у меня с Маком, потому что у Мака есть, по-моему, Тедди, Вильвит Тедди так пахнет, или вот это вот, там про девочку что-то было связано, «Роковая женщина», по-моему, называется. Вот что-то здесь похожее, да, вот там такой в ретрость туда вот уходит, такой вот сильный, мощный, тречащий, трепещущий аромат. Мне почему-то было, вот, связано с Маком. Подождите, сейчас я его даже принесу. Друзья мои, нашел для вас этот аромат, вот этот Мак, «Леди Денджер» называется, по-моему, «Роковая женщина» переводится, вот так вот он выглядит, вот, очень похожи, они реально стоят очень близко друг к другу, и они очень похожи друг на друга. Почему я сначала подумал, это немножко сладковат, но настоявшись и осев на коже, вот он звучит так же, как вот эта третья композиция. Я почему-то подумал, что он именно похож на Мак, почему я на него сделал акцент, вот именно сейчас. Да, я подумал, что это восточный, но есть восточные отголоски, да, вот в этой композиции, но вот он мне именно напомнил, именно вот этот Мак, «Леди Денджер», вот сейчас. Я его вспомнил, что они реально похожи. Классная вообще вещь, и я не удивлюсь, есть вот эта компания «Джиньки», сделала этот аромат по мотивам вот этой композиции. Вот просто не удивлюсь, и реально шикарной композиции, и очень долго держится, очень долго звучит, очень долго играет, и вот именно на вот сейчас, вот на такое вот время года. Друзья, моя четвертая подсказка, вот номер 4, сейчас мы с вами открываем. Так, здесь у нас с вами что было? Пион Роза Магнолия, мох Цитрусы, похож на Киллион Роза на льду, или на Джома, на один из Джома Лунов. Давайте смотреть, что здесь. Ну, Ирина, ну вы меня убили, убили на повал, реально убили на повал. Опаньки! Друзья мои, «Поберлик», «Дом Леон». Вот правда, ну не знаю, я недавно только подписался на «Поберлик», я вам честно скажу, я с такими ароматами, не знаю, снятости это или нет, я их в каталоге не видел эти ароматы, может быть, это уже и снятость. Вот у меня был каталог, я их там не видел, может быть, просто на них не обращал внимание. Офигеть! Опять не угадал, да что ж такое-то? Слушай, мне уже даже стыдно, если чувствует выженником, второклассником, второгодником. Обалдеть! Тоже помечу себе галочкой, что это «Поберлик» «Дон Леон». Ну надо же было так, ну он очень красиво звучит, он вообще великолепен. Класс! Вот что-то, я говорю, что-то здесь похоже на «Роза на льду» от «Киллиан» или же от одного из «Джо Малонов». Просто «Джо Малонов» я много вот ароматов слышал, да, со многими знаком, и вот что-то здесь есть, но там-то много названий, я просто все не упомню сейчас. Ну вот есть что-то похоже на «Джо Малон» или же на этот «Киллиан». Друзья мои, пятая подсказка, вот по цифре номер 5. Что же здесь? Ну, конечно, здесь я хоть угадаю, а, ну хотя бы, или опять этот «Фоберлик», или «Алифлейм», или что-нибудь типа этого. Блин, мне уже даже стыдно, вот клянусь, мне стыдно, я чувствую себя двоечником. Что у нас здесь было, да, «Онис», на мой взгляд, да, «Онис Лайм Яблоко», либо это «Татар Коллекшн», либо это «Бракар Колор Филинг Азура». Один из новых. Ну, если хоть что-то я угадаю в этот раз или нет, вот даже не могу сказать, честно вам скажу. Опять не угадал. Это «Алифлейм», «Джордани Голд Мэн», «Джордани Голд». Вот такой вот. Ну, с «Алифлеймом» я вообще не знаком с их ароматами, вообще не знаю именно вот это вот, именно «Алифлеймовский» парфюм. Вообще не знаю, поэтому, друзья мои, простите, «Алифлейм», «Джордани Голд». Ну, «Джордани Голд» же есть такая же марка, да, насколько я могу. Ну, если я не ошибаюсь, у них есть такая марка, ну, «Алифлейм». Ну, обалдеть, друзья мои, ну, убили. «Брин», убила на повал, вот честно, прям застрелила на месте. Обалдеть. Вот, вот не мог, вот реально, вот чем хорошо вот это вот, я больше начинаю вот влюбляться, скажем так, вот в эту, я бы не просил каталожную парфюмерию, потому что они звучат на уровне люкса, но по доступным ценам, да, и это, честно говоря, радует в наше тяжелое время, потому что хочется вроде дорогой аромат, но он сейчас стоит бешеных денег не достать, или достать, но нет таких средств, а вот именно из каталога, да, любой, вот, «Фабирик Эйвен» или «Алифлейм» достать себе что-то можно, и будешь звучать так же, как и хочешь звучать. Вот это мне в них нравится, молодцы. Друзья мои, ну, наконец, шестая композиция, заключительная. Вот, ну, хуй здесь-то я хоть угадаю, но хоть, ну, гол престиж, надо забить, да, ей-богу-то, или не надо. Надо забить гол престиж, но хоть здесь, я хоть чуть-чуть хотя бы угадаю, ну, блин, вообще, мне уж прям, стыдобень, стыдобень, Дима докатился. Ой, шестая композиция. «Твою дивизию». Моя любимая марка, которую я очень люблю, и я не мог ее угадать. Да что ж ты будешь делать? Все. Друзья мои, ухожу в подполье, остаюсь на второй год, и вообще, я двоечник, я колышник, я не... вот, ну, это звездество. Причем эта композиция, скорее всего, даже, не рекомендаю, это есть у меня в коллекции у мамы. Это Масаки Масушина, Масушима Матстоун. Вот так вот он выглядит. Офигенно. Вообще, у Масаки Масушима очень шикарные все композиции. Классная марка, рекомендую попробовать. По-моему, такая есть, насколько я не ошибаюсь. Надо смотреть либо дома, либо на даче. Вот так вот он выглядит. Ну что ж, а здесь я говорил, что яблоко, цитрусовый, микс, жасмин, роза, орхидея, травы, лаванда. Я думал, что это лолик или бракар перпетум. Друзья мои, ну вот такая вот у нас была игра в слепой затест. Я понимаю, что я дворечник, я колышник, я второгодник, я... Как это еще назвать можно, да? Поведение не... Вот... Не аттестован. Вот, не аттестован. Так что вот так вот я могу себя охарактеризовать. С другой стороны, не... Судите строго, потому что был мой первый слепой затест, и я вам рассказывал спереди именно тех композитов, которые... Композиции, которые я реально ощущаю вот в этих отливандах, которые мне предоставила Ирина, блогер «Вечера на хуторе», канал «Вечера на хуторе». Вот. Поэтому, Ирин, спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. Огромная человеческая игра Мерси. Это была очень интересная игра. Но вот вы меня настолько убили, реально просто вот сразили на повал, вот положили, как это говорится, положили на лопатки, потому что ни с одним ароматом я не знаком. Только... Единственное, только Масаки Масушиму, но я его не помню. Потому что у меня есть в коллекции несколько ароматов из этой линейки, но я вот именно так, чтобы не изусть, я их не помню, к сожалению. Но, тем не менее, была интересная игра, был интересный слепой затест, насколько мне показалось. Потому что я вам вкратце описал свое мнение. Друзья мои, пожалуйста, не судите строго. Я понимаю, что я, как бы, да, ну не такой прям вот именно конкретный золоток парфюмерии. Я такой же любитель, такой же обозреватель, как и мы все с вами. И у меня на этот, на это все есть свой взгляд, свое впечатление, свое восприятие, да, и я их ощущаю, так как я их ощущаю. По своему настроению, по своей нюхательной способности. Вот. Друзья мои, спасибо большое, что были сегодня со мной. Ирина, вам отдельное огромное спасибо. Я очень доволен тем, что я сегодня сделал. Ну, в плане выпуска, да, и в плане такой вот игры в слепой затест. Обязательно, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал Ирины, потому что у нее будет проходить сейчас конкурс. На YouTube канал, на Дзен канал Ирины подписываемся. Я вообще ссылочки выложу в описании. Ссылочки на ее каналы. Вот. Кто с ней еще не знаком, обязательно познакомьтесь. Потрясающий человечек. У нее очень много интересного. Она и про дачу, и про парфюмки рассказывает, про все на свете, так же, как и я. Вот. И, опять же, Ирина, еще раз огромное вам спасибо. С меня, Алла Верды, это не обсуждается, так что следующий слепой затест будет у Ирины на канале. Спасибо вам огромное. Люблю вас, целую, обнимаю. Рад был вас всех видеть. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Всем пока. Всех обнимашечки. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова